Играет музыка Еще неизвестно по какой цене Кстати, да, цена в Европе кусается, прямо скажем Жаба, признаюсь, душила страшна Хотел в Америке покупать потом, в следующем году Но просьба была столько сделать обзор, что вот пришлось разориться в Европе Ну что ж, давайте посмотрим, что внутри Избавляемся от ненужных наклейчик Коробка, кстати, не такая уж и большая Интересно, какого размера сама консоль На картинках она выглядела намного больше, чем PS4 Сейчас узнаем Ну, сверху лежит такой вот внушительный Внушительный Kinect 2.0 Это то, каким Kinect задумывался изначально А потом Microsoft задушила жаба И, в общем-то, они его обрезали и выпустили ту недоделку, которую мы видели с предыдущим Xbox Но вот я на выставках играл, могу сказать, что наконец-то Kinect становится похож на то, что задумывали изначально Майло, правда, от этого не выйдет, если кто-то его ждал Но в остальном это максимально приближенная штуковина к проекту Natal Который когда-то будоражил умы миллионов, которые мы так и не видели Провода, к слову, у старого и нового Kinect примерно одинаковой длины В моем случае это скорее недостаток Потому что, ну, кто меня давно смотрит, знает Я в основном играю в кинозале с проектором А все эти идеи с Kinect и по настоящим камерам Они все-таки подразумевают, что у вас консоль стоит под телевизором На владельцев проекторов это вообще не рассчитано, к сожалению Меня очень страшно раздражает, потому что консоль приходится, да, от проектора На максимальную длину HDMI выносить там на середину комнаты Еще от нее через оставшуюся половину комнаты приходится стянуть, собственно, Kinect Еще как-то его там разместить, спотыкаться Об этом все время, короче, страшно, неудобно И в повседневной жизни абсолютно неприменимо Поэтому вот оригинальный Xbox с Kinect всегда стоял у меня на кухне И это единственное место, где мы могли играть К сожалению, в случае с Xbox One все останется по-старому И зная консерватизм Microsoft, не приходится надеяться на какую-то беспроводную передачу данных Все пришитки здесь намертво Никаких вариантов не остается, придется мучиться Хотя даже, не знаю, на Wii, на Wii U Есть возможность купить сенсор на батарейках и поставить его куда угодно В общем, со стороны Microsoft и Sony это огромный просчет Здесь у нас всякая макулатура Явно все не environmental friendly Не по-американски даже, странно Гарнитур в комплекте В общем, Xbox не изменяет себе Нужно надевать на уши В принципе, выглядит она покачественнее, чем старая Посмотрим, как на самом деле Тем более, что в комплекте PS4 лежал гарнитур И я от нее, да, в анбоксинге на генозы воротил Оказалось, что качество зубка у нее отличное Так что я думаю, Microsoft здесь не отстал Провод питания заморский И... ой, блин Совершенно не хочется доставать из коробки Это, собственно... Блин, Microsoft, ну сколько можно, а? Кирпичи в коробку класть Это блок питания, друзья мои Вот как будто их вот... Меня в доме не хватает Все вообще блоки питания, которые в доме есть Они от Microsoft Вот здесь вот Здоровенный почти с консоль Это у нас оригинальный Но надо сказать, что Прогресс в нанотехнологиях Позволил Microsoft уменьшить Процентов на 20 Блок питания по сравнению с 360 Хотя, наверное, по сравнению со Slim Кой блок питания все-таки увеличился Так... Это у нас наверняка Joystick Joystick немало изменился, кстати С выставочного прототипа Особенно это касается курков Которые, наконец-то, не дребезжат Как китайская игрушка Но все равно я считаю, что этот Joystick Это шаг назад по сравнению с Xbox 360 Но он хуже лежит в руке Он под более маленькую руку явно рассчитан И вот эти стики Ну вот, честно, они у 360-го как-то лучше ощущались В общем, про Joystick поговорим несколько позже Он на батарейках теперь, да Вот батарейки в комплекте HDMI кабель Ну и, наконец, главное Это не наиграно, правда Ну да Об изяществе Говорить не приходится Ну, вообще не приходится Я бы сказал вам, что я чувствую, держа Xbox One в руках Но ничего не чувствую, кроме того, что он, сука, тяжелый Остаться с видаком была правильная Да, никакого вот, ну, экстаза, к сожалению, нет Простите меня Правда, я люблю новые вещи Но вот в случае с Xbox'ом Ну, аккуратненький дизайн Но вот, если мы вспомним слимочку Старый Xbox 360 Слим намного круче выглядел Чем вот это А теперь, если кто не знает Xbox 360 то, что он в уменьшенном виде Выглядит будет как импульсан Ну, на самом деле Мне казалось, что Xbox будет больше На картинке он выглядел внушительнее Он, конечно же, больше PS4 серьезно больше Но на вид выглядит, в общем, достаточно аккуратно Другое дело, что никаких эмоций особых не испытываешь Никого стиля в нем особого нету Просто коротко Что касается задней панели То тут есть не только HDMI выход Но HDMI вход Это потому, что, да Ну, идеология консоли То, что ты в нее можешь воткнуть телевизор Некоторые втыкают в Xbox компьютер Или PS4 Я, например, вообще, да Телевизор уже много-много лет не смотрю Больше 7 лет я как в Японию съездил Перестал телевизор смотреть Понял, что там помойка страшная Так вот, вообще, вся эта тема с телевидением Я считаю, прошлый век Ориентирование на аудиторию, которая вымирает Постепенно, я считаю, современные люди Не должны смотреть телевизор Поэтому я вход буду Если и буду применять То, скорее всего, для того, чтобы уменьшить Не знаю, количество проводов Которые тянутся в ресивер Да и то не знаю Посмотрим Xbox, watch TV And with that simple command, I'm watching live TV Зачем-то расположили USB-входы сзади Этого я никогда не понимал Зачем делать сзади USB-входы Это страшно раздражает Слава богу, вот здесь сбоку тоже один есть Еще есть оптический цифровой, естественно, выход Отверстие специальное для Kinect И, конечно же, сетевой разъем В общем, все стандартно Радует, что USB-входы три штуки Ну, тяжелый он вообще А, да, вертикально его ставить нельзя Хотя форм-фактор вроде как располагает К тому, чтобы поставить его вертикально Выглядит он ужасно при этом, конечно же Но Microsoft сказала, что нельзя ставить его вертикально Ну и у Xbox 360, да, там у первых моделей были проблемы Они царапали диски в вертикальном положении Здесь совсем нельзя Все, теперь вот вообще официально нельзя так консоль ставить Только в клавишме Ну, на этом все Настало время подключить Xbox Посмотреть, чем же хороший Kinect И, конечно же, запустить первые игры Вот у меня здесь красивые коробочки Так что двигаемся дальше Ну и традиционно пока готовится обзор На дополнительном канале Можете смотреть мои впечатления От знакомства с Xbox Так сказать, почти что в прямом эфире Ну, так сказать, без купюр Ну и не забывайте лайкать, подписываться Больше лайков Больше желания делать что-либо еще Увидимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому